МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, уважаемые родители, мы снова в нашей студии, студии нашего центра БРДАВИД, и мы с вами продолжаем разговор о проблемах детского церебрального паралича. Ну, возникает вопрос, наверное, правомочный, а почему такая связь с проблемами головного мозга и развитием мышечной структуры, интеллекта, речи, глаз и прочих клинических проявлений, о которых я говорил. Дело всё в том, что поражения головного мозга у детей, у новорожденных и у взрослых, они отличаются. И вот это, благодаря вот этому моменту, кардинально меняется реабилитация, о чём мы будем с вами говорить на следующих лекциях, и к чему, собственно говоря, мы и подходим. Почему? Потому что, смотрите, взрослый человек имеет определённые навыки. Он уже знает, да, даже у него, если случается инсульт или какая-то травма, какое-то повреждение головного мозга, у него восстановление идёт гораздо быстрее. Почему? Потому что он знает, как ходить, как шевелить рукой, как есть. У него эти навыки выработаны. И задача реабилитолога – просто эти навыки восстановить. А ребёнок новорожденный этих навыков не имеет. Поэтому наша задача не просто заключается в том, чтобы дать возможность вот этим навыкам совершиться, сделаться, но и научить ребёнка вот этим навыкам. Он просто… Вот почему важно время начала реабилитации. Во-первых, надо понимать, что реабилитация проходит длительно. Это целая система, это целая стратегия работы совместной специалистов и родителей. Это раз. Второе, именно поэтому, что чем раньше мы начинаем учить ребёнка вот этим необходимым движением – ходьбе, использованию ложки, хождению в туалет, речи и так далее, тем быстрее он начнёт это осуществлять. Но прежде чем мы начнём это учить, этому, ему надо дать возможность суметь это сделать, если мышцы не позволяют ходить, если мышцы не позволяют двигаться руками, если суставы зажаты, и он не может полноценно согнуть и разогнуть руку, если мышцы рта мимические не могут осуществить движение губ, чтобы он мог сказать там «мама», «папа» и прочие слова, он не… как бы мы не учили его, он просто физически не сможет это делать. Поэтому наша основная задача – вот прежде всего дать возможность коре головного мозга подготовить мышцы к тем движениям, которыми потом мы можем обучать ребёнка. Очень часто, вот сегодня мы об этом поговорим, прежде чем уйдём дальше на технику, на методики реабилитации, поговорим о том, что же травмирует ребёнка и почему возникает ситуация, симптоматика детских церебральных параличей, причины которых заключаются в родах. К сожалению, очень часто родители не понимают, что происходит в родах с ребёнком и почему ребёнок уже в первые дни можно отнести к группе риска по возникновению ДЦП. Буквально сегодня я разговаривал с одной мамой, которая приехала в наш центр с ребёнком, и вот она говорит о том, что всё было замечательно, всё хорошо, беременность нормальная, роды замечательные. Я говорю, замечательные-то как? Ну так быстро, что я не успела вообще даже вот сообразить, что произошло. Очень легко. А на самом деле наиболее частая причина развития детского церебрального паралича – это как раз стремительные роды. То есть, что такое стремительные роды? Это ситуация, когда время от момента отхождения колоплодных вод до момента появления уже ребёнка из родовых путей матери проходит менее 6 часов. Вот это роды называются стремительными, и это всегда родовая травма. Почему? Потому что ребёнок не успевает в достаточной степени подготовить свой позвоночник к усилиям, которые ему предстоит преодолеть при прохождении родовых путей. И в этот период всегда происходит повреждение наиболее слабого места, наиболее менее защищённого мышцами места в позвоночнике, а именно сочленение первого и второго шейного позвонка. И всё, это запускается процесс развития симптоматики, о которой мы говорили с вами, и которая, в общем-то, называется детским церебральным параличом. То же самое происходит при затяжных родах, когда время от отхождения вод до появления ребёнка больше 12-14 часов. Вот тогда возникает другая ситуация, и коре головного мозга плода начинает не хватать кислорода. В этот момент нарушается не только кровоснабжение головного мозга плода, но и нарушаются процессы в позвоночнике, потому что происходят переизгибы, нарушается питание в позвонках и, как следствие, питание спинного мозга, что ещё более утяжеляет ту симптоматику, которую мы видим далеко не сразу. Недоношенные дети практически в 100% случаев имеют риск возникновения детских церебральных параличей, потому что размеры плода, как правило, не соответствуют размерам родовых путей. Ребёнок просто получает, скажем, физическую травму, потому что мышцы таза, мышцы родовых путей матери, они просто пережимают ребёнка, они его не находят там, и сжимаются гораздо сильнее, а плод менее подготовлен и менее стоек к прохождению родовых путей. Ну, наиболее, скажем, для родителей наиболее непонятная причина риска возникновения ДЦП в родах – это кесарево сечение. Да, действительно, кесарево сечение – это практически 100% риск возникновения того или иного повреждения головного мозга плода. Почему? Потому что при кесарево сечение ребёнка плод вынимают из матки без естественного механизма возникновения родов. То есть в процессе родов ребёнок должен, плод должен пройти определённые воздействия на него, то есть благодаря этим воздействиям мышц в родовых путях позвоночник ребёнка совершает определённые физиологические движения, без которых нормальный кровоток в коре головного мозга после родов нарушается. Но это всё равно, что вот ручеёк, который подзасох немножечко, и вот мы осуществляем там, прокапываем его, углубляем, да, гоним туда дополнительную воду, и он начинает работать. Вот если этого нет, он засохнет. То же самое происходит в период кесарево сечения, когда мы не даём возможности коре головного мозга, и сосудам, которые его питают, они проходят вдоль позвоночника плода и вдоль позвоночника ребёнка и входят в кору головного мозга. И вот нет этих движений, которые бы усилили кровоток, и ребёнку не хватает. Головной мозг, ещё раз повторю, очень чувствительный к моменту нехватки кислорода. Кроме того, любые манипуляции, связанные во время родов, связанные с определёнными медикаментозными воздействиями, а именно препаратами, которые расслабляют мышцы женщины, которые как бы с точки зрения акушеров дают возможность мышцам расслабиться, и ребёнку будет легче проходить, они то же самое, они не дают возможности полноценно стимулировать кровоток у рожающей женщины, и ребёнку этого не хватает. Надо понимать, что далеко не всегда эти повреждения, которые, я сказал, приводят к развитию тяжёлых форм детского церебрального паралича. Но практически всегда возникают повреждения, скажем, даже микроповреждения. Чем это грозит? Это грозит тем, что с возрастом функции того центра, который в коре головного мозга оказывается недостаточно питаем, то есть получив недостаточное питание, он начнёт отставать. И мы это можем увидеть не сразу, а в возрасте, скажем, год, два, три, пять, семь. Как это может проявиться? Ну, например, ребёнок развивался, рост нормально, всё было хорошо, он заболевает чем-то, дай важно, гриппом, короной, ОРЗ, чем-то ещё, и вдруг происходит такой откат. То есть те навыки, которые он имел, они резко куда-то исчезают. Чаще это возникает от прививки, часто это возникает от какого-то стресса. Ну, например, ребёнок пошёл в детский сад, в школу, столкнулся с какой-то, с каким-то стрессом, допустим. Иногда даже бывает, вот я сталкивался с ситуацией, когда у ребёнка вот такой, то есть клинические проявления детского церебрального паралича возникли после ситуации, когда он потерялся. Вот он потерялся, очень испугался, заплакал, возникла истерика, мама тут же нашлась, прибежала, вот, но всё, процесс запустился, и буквально через 2-3 недели ребёнок перестал говорить, ребёнок стал, так сказать, неконтактным, ему там благополучно поставили диагноз аутизм, и всё, в общем, на этом для официальной медицины закончилось. Хотя на самом деле, когда стали разбираться, что же произошло, выяснилось, что роды были, ну, скажем так, не очень благоприятные, и, соответственно, вот этот вот стресс просто запустил тот механизм, который развелся. Иногда бывают просто какие-то проявления, ну, скажем, то же косоглазие, та же ранняя близорукость, когда вот мы смотрим, что ребёнок там в возрасте 3-4 года в очках, ой, это наследственность, у папы тоже близорукость, ну, папа одел очки в возрасте, допустим, 20 лет, когда стал там диссертацию писать, и нагрузка на глаза выросла. А ребёнок в 3 года, почему? Потому что проблема была в родах, и глазной центр просто не справился с той нагрузкой, которая выпала на него, и возникло нарушение зрения. Косолапость, кривые ноги, плоскостопие, кривошея, и все вот эти вот моменты, их можно перечислять долго, это проблема, которая заложена в нарушениях кары головного мозга, в нарушениях родов. Естественно, что вы спросите, я думаю, что после нашей лекции возникнут масса вопросов о том, что же делать в этой ситуации, как проводить реабилитацию, а вот об этом более подробно мы вам расскажем в следующих лекциях, поэтому следите, слушайте, задавайте вопросы, потому что, так сказать, ваш интерес, ваши вопросы могут стать следующими нашими лекциями, следующими нашими темами, и на этом я с вами прощаюсь, желаю вам всего хорошего, здоровья, вам и вашим близким, до новых следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова